Единственный шанс для Армении аналитики отмечают, что победившая сторона, Азербайджан, не издевается над проигравшим противником, наша страна протягивает ей руку помощи и готов оказать содействие. На заседании трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, России и Армении, состоявшимся накануне в Москве, стороны рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и обсудили ход дальнейшей работы, проводимой в рамках заявления лидеров трех стран по Карабаху от 11 января 2021 года. Как видно из тем и заседания, стороны намерены перейти к конкретным шагам в вопросе открытия транспортных коммуникаций, и возможно, среди прочего был также обсужден вопрос открытия Зангизурского коридора. Восстановление коммуникаций важно для всех, комментируя вопрос начала работы трехсторонней рабочей группы для спутника Азербайджан. Депутат Вугар Байрамов подчеркнул, что восстановление коммуникаций на Южном Кавказе, довольно чувствительном регионе, важно для прочного мира и экономического сотрудничества. В результате оккупации Армении и азербайджанских земель эта связь была приостановлена. Восстановление коммуникаций также важно с точки зрения ускорения реализации Зангизурского коридора, отметил парламентарий. Более того, по его мнению, восстановление коммуникаций важно не только для стран Южного Кавказа, но и для других стран, в том числе России, Турции и Ирана. Это позволит развивать регион и одновременно укреплять сотрудничество с соседними странами, потому что не только страны региона, но и Россия, Турция и Иран смогут пользоваться этой коммуникационной связью. На данном этапе ожидается, что восстановление коммуникаций будет стимулировать развитие как региона, так и географии более широкого масштаба. В этом контексте оно является одним из приоритетов устойчивого мира и широкого экономического развития, сказал Байрамов. Главным ресурсом является время, по мнению политолога Тофика Абасова, на сегодняшний день самым ценным и важным ресурсом является время. Фактически сейчас самым главным ресурсом является время, военные действия закончились, определился победитель, есть проигравшая сторона, Армения, которая не хочет и не желает воспользоваться установленным миром, сказал он в беседе со спутник Азербайджан. По словам политолога, новость о возобновлении работы трехстороннего формата Азербайджан-Россия-Армения вселяет уверенность, что наконец-то процессы, которые были отображены в трехсторонних заявлениях лидеров трех стран, практически перейдут в прикладную плоскость и фактически начнется конкретная работа по этим намеченным действиям. Это, в интересах армянской стороны, потому что она обязана соблюдать обязательства, под которыми стоит подпись премьер-министра Никола Пашиняна. С другой стороны, это единственный шанс для Армении начать движение в сторону определенности от тяжелейшей ситуации. В этом плане это уникальная история, когда победившая сторона не издевается над проигравшей, а наоборот, протягивает ей руку помощи, выражает желание оказать содействие. Наряду с Азербайджаном, это делают и Турция, и Россия, отметил Аббасов. Политолог отметил, что армянской стороне пора осознать, что ее позиция должна быть четкой и внятной, потому что если нет боевых действий, ничто не мешает реализации сугубо мирных процессов. За 30 лет оккупации, армянская сторона мешала реализации в полную мощность многих инициатив. Теперь, после того как военная кампания уже позади, фактически теряется смысл дальнейшего продолжения эскалации, сейчас как раз начнется совместная работа. Армения может стать нормальной страной, стать частью региональных проектов и этим показать, что она уже уходит от политики мести и отчуждения в сторону политики взаимодействия. Может психологически это очень трудно для них, но в то же время это неизбежный вариант, который обещает первым делом выгоду самой Армении, как стране, которая находится в тяжелейшем социально-экономическом положении, подчеркнул собеседник спутник Азербайджан.